Если мировые лидеры не помогут с эвакуацией из Азовстали, то кровь будет на их руках, Подоляк. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк призвал мировых лидеров помочь организовать зеленый коридор из-за блокированной российскими оккупантами Азовстали в Мариуполе. В противном случае, отметил он, кровь детей и мирных жителей будет на их руках. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на твиттер Подоляка. Россия продолжает сбрасывать на Азовсталь сверхмощные антибункерные бомбы, мир продолжает смотреть на убийство детей в прямом эфире и молчать. Написал он, Подоляк призвал религиозных и мировых лидеров остановить убийство детей и мирных жителей. По его словам, они могут договориться о зеленом коридоре. Иначе кровь будет и на руках, резюмировал советник главы ОП, приложив к посту фотографии заблокированных в подвалах Азовстали детей. Напомним. Утром российские войска начали штурм украинских позиций на заводе Азовсталь в Мариуполе. Перед атакой территория предприятия подверглась мощной бомбардировке и артиллерийскому обстрелу. Отметим. В укрытиях на территории Азовстали несколько недель прячутся сотни мариупольцев, в том числе дети. Кремлевская пропаганда называет их якобы заложниками. Война России против Украины идет 55-й день. О ситуации на фронтах и в регионах. В текстовом онлайне РБК Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Победа будет за нами. Слава Украине.